На первый взгляд борщевик довольно безобиден, а все благодаря своим красивым белоснежным зонтикам, но немногие знают, насколько он опасен. Борщевик Сосновского родом с Кавказа. В послевоенное время в СССР растения начали выращивать в качестве корма для скота, но позже от этой идеи отказались, когда выяснилось, какими свойствами оно обладает. Сок этого растения содержит так называемый фуранокумарины. Фуранокумарины под воздействием ультрафиолетового излучения на кожу человека вызывают сильнейшие ожоги. Если даже ожоги достигают где-то порядка 80% кожного покрова, это приводит к смерти. В темноте сок растения не опасен, но как только на пораженный участок кожи попадает солнце, все тело покрывается волдырями. Помимо этого, по словам специалистов, попадание сока борщевика в глаза грозит слепотой, а следы ожогов, полученных от этого растения, в среднем сходят около полугода. Борщевик может достигать 4 метров в высоту. Излюбленные места растения пустыри, заброшенные поля. Также очень часто его можно встретить вдоль автомобильных трасс или даже в черте города. Борщевик на редкость живуч, истребить его крайне сложно. Рекомендуется, во-первых, это выкашивать растение, но перед тем, как человек, который этим будет заниматься, он должен иметь особую экипировку, он должен каким-то образом защитить глаза, и после скашивания этого растения необходимо всю эту массу сжечь. Ожоги от сорняка могут проявиться не сразу, через 1-2 дня, но чем быстрее вы обратитесь к врачу, тем менее серьезными будут последствия. Первые симптомы, которые возникают, это чувство жжения, через какое-то время могут появиться высыпания, это волдыри. Первым делом, что нужно сделать, это защитить кожу от солнечного излучения, не заклеивать пластырем, ничем не обрабатывать и обратиться к врачу. Брачевик не единственное ядовитое растение, с которым можно столкнуться в черте города, поэтому стоит помнить, если вы не знаете, какое растение перед вами, лучше его не трогать. Анна Малистова, Юлия Пятницкого, Олег Парамзин, телекомпания «Город».